Знакомиться с историей даже в метро. В преддверии Дня народного единства в Самарской подземке начал курсировать краеведческий вагон. Он появился благодаря совместному проекту городских и областных властей «Инфогород». Инициировал проект самарский студент Андрей Новичков. Обратился к губернатору нашей области Дмитрию Игоревичу Азарову. Дальше два месяца мы работали, чтобы сделать один вагон. И первым вагоном стал Самара, который мы не знаем. Его главная идея была отразить факты о нашем городе, места, которые были утрачены, потеряны, и рассказать об этом людям. Тем не менее, эти объекты не перестают быть частью богатой истории нашего края. И теперь в Самаре курсирует вагон метро с интересной и полезной информацией. Горожане смогут познакомиться с историей уже утраченных объектов. Например, старого деревянного речного вокзала на Некрасовском спуске, кафедрального собора, который раньше находился в районе современной площади Куйбышева, памятника Александру II на Алексеевской площади, ныне площади революции. Также есть информация о тех объектах, которыми и сейчас самарцы и гости региональной столицы могут полюбоваться воочию. Как только мы получили обращение из департамента транспорта о том, что появилась такая идея, мы как бы сразу быстро откликнулись, подобрали специальный вагон, который смогли тематически оформить. Он находится в составе из четырех вагонов. Это головной вагон. Инициатор проекта работал также во взаимодействии с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог. Изучал архивы городского департамента культуры, использовал информацию из интернета. Пассажиры Самарской подземки уже успели оценить краеведческий вагон. Я в таком вагоне. Сегодня первый раз. Красиво, приятно смотреть, читать. Хорошо. Узнаешь все сразу. Ну вот видите, вот все со мной. Именно свидетель Алексея. Тут про кого-то еще я не успеваю посмотреть. А теперь я точно уверена, что я теперь должна буду поехать в следующий раз в этом вагоне. Все обойду, все прочитаю. У исторических заметок и проекта есть QR-коды с подробной информацией о каждом отраженном в вагоне памятнике архитектуры. Все желающие также могут пройти опрос и сделать свой выбор в пользу развития информационного проекта. У молодого, но уже активного общественника есть и другие идеи. Они связаны с космической, спортивной, поэтической, топонимической и молодежной темами. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События.